Теперь я читаю Псалом девятый, начальнику хора по смерти Лабена, Псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу, Ты воссел на престоле, судья праведный, Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил навеки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол Свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершить суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во время скорби. И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня. Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах Чересионовой, буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил, нечестивый, уловлен делами рук Своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога, ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби, по гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его, нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него, на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением. Говорит в сердце своем, не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучения и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривает за бедным, подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои. Сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем, забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. Восстань, Господи Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем, ты не взыщешь? Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестья. Господь, Царь навеки, навсегда, исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает боли человек на земле.